12 лет существует, да, процесс, ничего не меняется, и, как узнал, так рисунок большой, что артисты все довольны тем, что происходит в нашей стране. К сожалению, никакое мнение бытует, существует, но оно весьма слух не рассказывается, поэтому всем все хорошо, всех все устраивает. Меня зовут Александр Кысков, я актер театра и кино, полагал, что будет речь идти только о кино, но, раз здесь я театр и об актерах в целом, скажу следующее. Я не подготавливался, потому что, действительно, вас уверяю, что я спонтанно сегодня попал, первый раз вы мне дали сведения о том, что можно участвовать в данном форуме. Буду говорить, кидая камни в огород Департамента культуры, Министерства культуры, поскольку, ну, это артисты, отданные на опыт в решении администрации главы каждого из театров. А Департамент, в общем-то, свою картину рисует нашего быта и нашей профессиональной занятости. Дело в том, что я настолько информирован, что в театрах по, как сказать, резолюции Департамента есть такое указание, что не более эффективные именования. Это правда или неправда? Именно пять названий в театре. Но так как репертуары в театрах обычно сложены из большого количества спектаклей, и каждое название может идти максимум один, ну, максимум-максимум два раза в месяц. И поэтому человек, занятый в этих пути наименованиях, выйдет на сцену не более пяти раз. И опять же, если у него есть эти пять названий в театре. И самое интересное, что придумано этим замечательным Департаментом, что ставки базовые, они такими низкими сделали для артистов, что остальное отдали на подкуп, опять же, администрации, у другого театра, директоров, в связи с тем, что если человек наработает, много будет выставить на сцену, а как он может выйти много на сцену, если не больше идти на звание, получается абсурд и парадокс. И артисту нет вообще возможности, имени силы, желания, энергию, таланты и способностей выходить часто на сцену. И приходится, соответственно, уходить где-то налево, искать работу, вон, приблизок, еще где-то, еще где-то. Вот эти базовые ставки, я знаю, муниципальные городские театры, в них, по-моему, 23 тысячи рублей в месяц, и еще минус налоги, я не знаю, как в академических, хотя сам прошел уже 6 театров за свою жизнь с 87-го года, МХАТ, Пушкинский и другие театры. Я не знаю, сколько в них платят, но где-то есть спонсоры у театров, где-то есть здравомыслящие, любящие артисты, директора и худруки, которые все-таки артистам стараются платить. Но дело в том, что театр это все-таки не завод, и всех задействовать в работе невозможно. Все-таки есть определенные способности, есть страсти и художественного руководителя, режиссера, приглашенного или штатного театра. Поэтому тут вопрос такой, что конкуренция, она всегда существовала в этой сфере и будет существовать, и далее. Но самое интересное, что это происходит не только в театрах, но и в кино. Ведь те люди, которые были в обойне, вот скажем, как я, сейчас у меня практически нет, в кино показывают сталье, которое как бы идет на повторах. Но я вижу, смотрю телевизор, работают одни и те же. Такое ощущение, что номенклатура вот так писала договора с определенными фамилиями, которые должны работать, не вынимая, извините за сленг, как будто бы они подходят на все роли. Кастинги, так называемые, они безрезультативные. Извините, если я здесь представитель агентства. Ну, скажем, следующее. Уважаемые агенты, я вас очень люблю и ценю. Вы стараетесь нас как-то продвигать, но есть определенные затворы и рубиконы, до которых доходит информация о нас, а потом она стопорится, и дальше мы даже не проходим к глазам и восприятию продюсеров сегодняшнего кино. Будто телевидение, производство сериалов, они что же завязаны с нами в этом процессе? Либо это полнометражное кино, либо еще какие-то шоу и так далее. Везде одни и те же. Но хочется спросить, это для чего? Там существует система откатов, давайте прямо спросим, зададим этот вопрос. Или там какая-то мафиозная структура, или что? Потому что проявить себя, показать себя нет возможности никакой. Где-то что-то притормаживает и тебя даже не смотрят. Ведь как человек устроен, новый артист, он имеет полное право, как раньше было в советское время, я это время застал и снимался с 83-го года в кино, Ты приходишь и знаешь те двери, в которые нужно стучаться. И они официально перед тобой открываются. Они не по находке, не по знакомству, не по рекомендации. Хотя и из-за этого тоже происходило у многих артистов советского периода и раннего российского перестроечного периода. Но сейчас ты понятия не имеешь куда идти, если тебя за руку не приведет какой-нибудь влиятельный человек из правительства или из какой-то другой небосферы, в которой действительно это влияние будет полезным для тебя. И там если человек вхож в те или иные заведения первого канала и других замечательных каналов, которые все время нам показывают одно и то же. О культуре восприятия и так далее, то, что нам показывают, сегодня уже было сказано, они будут повторяться. Но куда идти? Где этот Мосфильм? Туда даже не впускают членов правления, которыми, вот и я являюсь, например, член союзских фотографистов, членов правления, а на машине проехать нельзя, и там стоят, например, даже плавные муниципальные. Мосфильм стал определенным каким-то видом закрытого, выколесные, космические какие-то там силы теперь, наверное, или какие-то склады опасного вооружения. Я уже не знаю, но это, конечно, юмор не свежел на самом деле. Где работать артистом? Можно как-то вот обратить это внимание в департаменте, в Министерстве культуры, или там галочку поставили «У нас есть кино», в этом заключается результат, вернее, результативность нашего кинопроизводства. Нет здоровой конкуренции ни среди артистов, ни среди сценаристов, ни среди режиссеров. Очень много талантливых режиссеров и сценаристов сидят дома, стареют, потихоньку умирают. Жизнь не вечна для нас. Да, любовь, она более вечная, это любить можно бесконечно, но умирая, передавая своему потомству, так далее и так далее. Но мы уже видим на опыте наших родителей, наших дедушек и бабушек, все враждали, и мы тоже ждем, и внушаем своим потомкам, что тоже надо что-то ждать и терпеть. На самом деле, когда-то надо выходить из этого замкнутого круга и начинать создавать самую защиту, которой нет для артистов, для режиссеров и сценаристов. Продюсеры все взяли в свои руки. Я знаю, что, говорю, сейчас может быть в большинстве своем во вред своей карьере и самому себе. Но это, я знаю, должно быть все-таки произнесено. И если кто-то боится это слушать или говорить, вы сами во вред самим себе молчите. Спасибо за это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!